В этом видеоуроке мы научимся создавать интерактивные упражнения, используя инструмент бесконечное клонирование. Рассмотрим на примере проведение рефлексии в конце занятия. Для того, чтобы выполнить данное упражнение, нам понадобится 4 типа смайликов. Добавим их изначально в ресурсы, а затем на слайд. Расположите элементы так, как вам будет удобнее. Смайлики получились достаточно большими, поэтому их можно уменьшить. И упорядочить, чтобы было более понятно логика нашего голосования. Далее разместим область, куда будем перетаскивать смайлы. Строк говоря, она не обязательна, но для лучшего понимания, что необходимо сделать, лучше растянуть прямоугольник и подписать. Расположите текст так, чтобы было понятно, к чему он относится. Рекомендуем закрепить все объекты, которые должны остаться недвижимы в рамках выполнения данного задания. И последнее, что нужно сделать, это применить множественное клонирование ко всем смайликам на нашей странице. Наше упражнение готово. Теперь вы можете попросить учеников выйти к доске и проголосовать. Как они оценили бы наш урок? Какое настроение у них сегодня? И нужна ли им помощь? Придумайте свое интерактивное задание с инструментом бесконечное клонирование и поделитесь им в соцсетях с хэштегом TeachInfinity. КОНЕЦ КОНЕЦ